МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире выпуск новостей, подготовленный журналистами студии Общественного Саянского телевидения. Сегодня выпуски. Обращайтесь в прокуратуру для защиты своих трудовых прав. Продолжается сбор документов для выплат детям войны. Спасатели предупреждают об угрозе паводков. Красный крест организует помощь людям, оказавшимся в беде. Саянцы проводились зиму. В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации заработная плата работника должна быть не ниже минимального размера оплаты труда плюс районный коэффициент. По вопросу нарушения своих прав граждане могут обратиться с заявлением в прокуратуру города. С начала 2018 года в России вступил в силу закон, который подразумевает повышение оплаты труда рабочим до уровня прожиточного минимума. Теперь все, кто ранее зарабатывал в соответствии с брод, должны получать надбавку к своей заработной плате. С 1 января 2018 года минимальный размер оплаты труда в соответствии с федеральным законом составляет 9 489 рублей. С учетом позиции Конституционного суда Российской Федерации, высказанной им 7 декабря 2017 года, на минимальный размер оплаты труда, установленный на территории Российской Федерации, работодателями должен начисляться районный коэффициент и процентная надбавка к заработной плате за работу в южных районах Иркутской области. Это относительно к городу Саянску. Соответственно, минимальная заработная плата в городе Саянске должна быть не в размере, минимального размера оплаты труда 9 489, а с учетом начисления районного коэффициента и процентной надбавки. Несмотря на это, от горожан поступают жалобы о несоблюдении работодателями нового закона. Сотрудники Фемиды в данной ситуации предлагают обратиться за помощью в органы прокуратур и оспорить действия работодателей. Чьи трудовые права нарушены, они вправе обратиться в прокуратуру города Саянска с заявлением о нарушении трудовых прав. И прокурорам будет принят исчерпывающий комплекс мер прокурорского реагирования для восстановления трудовых прав, в том числе обращение в суд в интересах работника с заявлением о взыскании недополучной, недоначисленной заработной платы. По закону при выплате заработной платы в размере ниже минимальной оплаты труда с учетом районного коэффициента и процентной надбавки установлена административная ответственность. Сложность во многих организациях вызывает то, что сотрудники могут работать неполный рабочий день или трудиться в режиме сокращенных дней. Но это, по словам правоохранителя, не является поводом для снижения зарплаты, меньше установленной законом нормой. В Саянске продолжается прием документов на ежегодную выплату ко Дню Победы. Получить 2000 рублей к празднику могут граждане категории Дети войны. В Иркутской области за назначением ежегодной денежной выплаты ко Дню Победы в размере 2000 рублей обратились более 142 тысяч граждан категории Дети войны. Во многих муниципалитетах региона прием документов уже завершился. Однако, по данным Министерства социального развития Иркутской области, выплата по состоянию на февраль 2018 года назначена 97% граждан от общего количества в регионе, родившихся в период с 23 июня 1923 года по 2 сентября 1945 года. У нас на территории 2069 человек. И, по моим сведениям, порядка под 70 человек, ну вот у меня цифра 68 из программы вылезла, значит, это те, кто у нас не обратились за назначением этой выплаты. Прием документов на предоставление ежегодной выплаты осуществляется управлениями социальной защиты населения по месту жительства. Данная выплата заявителям будет производиться независимо от того, по какому основанию гражданину предоставляются меры социальной поддержки. Повторной подачи заявлений и документов для предоставления данной выплаты в последующие годы не требуются. Хотел бы попросить детей, которых родители в этом возрасте, внуков, внучек, чтобы они о мамах, о папах, о дедушках, бабушках своих позаботились и, значит, помогли им обратиться к нам в соцзащиту. Ежегодная выплата предоставляется по месту жительства заявителя путем зачисления денежных средств на банковский счет либо путем доставки организациями, федеральной почтовой связи или иными, осуществляющими доставку выплат по выбору заявителя или его представителя. С 19 по 25 февраля на территории Иркутской области проводится операция «Безопасный лед». Сотрудники МЧС предупреждают, выходить на лед теперь опасно. Любители экстремальной рыбалки не останавливают ни оттепель, ни сообщения о трагедиях на воде. Чтобы предотвратить подобные ситуации в Иркутской области, ежегодно проводятся предупредительные мероприятия «Безопасный лед». Но любители подледного клева не спешат покидать насиженные места, даже когда под их ногами лед буквально тает. Особая категория граждан, которые возможно, то есть происшествие с ними, и это, конечно, наши рыбаки. На территории города Саянска также знают прекрасно, что очень много людей ездит у нас в Алаганский район, заниматься весенней рыбалкой. Поэтому зачастую люди, не соблюдая элементарные правила безопасности, бывают в состоянии алкогольного обвинения, что очень влияет на поведение человека, возможно, какие-то происшествия с ними, даже до несчастных случаев, до гибели людей. По данным начальника 5-го отряда ОФПС Александра Николаева, в операции «Безопасный лед» будут принимать участие более полутора тысяч сотрудников. Спасатели пытаются предупредить о смертельной опасности и ежедневно проводят профилактические беседы с нарушителями и раздают памятки. Патрулируют берег. Буквально за последние два месяца предупреждение получили более тысячи смельчаков с удочками. Помимо этого, спасатели проводят проверки ледовых переправ. Это, как правило, участок водного объекта, оборудованный для безопасного преодоления водоема автомобильным, самоходным и пешим порядком. По итогам прошлого года только на территории Иркутской области погибло трое человек. Основной причиной гибели людей, конечно, явился человеческий фактор – это обеспеченность граждан и жителей Иркутской области. Ни для кого не секрет существует официальный переправ, где разрешен выезд на лед. Анализ гибели людей на водных объектах показал, что гибель произошла в тех местах, где выезд на лед был запрещен. Выбраться из ледяного плена практически невозможно. Толщина льда, к примеру, на водоемах в некоторых местах достигает метра. Но его прочность – мираж, говорят спасатели. Весенний лед значительно отличается от осеннего. Для выявления нарушений впервые применяются новые технологии. Снимки космического мониторинга высокого разрешения, пояснили спасатели. Помочь людям, оказавшимся в беде – такова цель волонтеров общественной организации «Красный крест», которые проводят акции по сбору средств гигиены для лежачих инвалидов. Как известно, нельзя зарекаться от суммы, тюрьмы и немощности, ведь заболеть тяжелым недугом может каждый. Особенно страшно оказаться в бедственном положении людям одиноким. В местном отделении общественной организации «Красный крест» проводится акция по сбору средств гигиены для лежачих инвалидов – памперсов, пеленок, средств, антисептики. И так как мы, «Красный крест», сейчас занимаемся доставкой памперсов инвалидам, то есть мы получили вот эту обратную связь. То есть мы увидели, что когда человек оказывается в трудной ситуации, вот эти два месяца, которые идут на оформление документов, то есть и, ну, чтобы получить бесплатно, то есть нужно очень долгое время это все выхаживает, ну, два месяца где-то занимает. А денег, ну, сами понимаете, лекарства дорогие, да, то есть не всегда могут купить себе. То есть вот мы сейчас принимаем от тех, кому не нужно, выдаем тем, кому нужно. Единовременную помощь уже получили порядка десяти человек, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Обращаться за получением средств гигиены следует по телефону 8908-644-1065. Налоговый вычет для льготных категорий граждан, уменьшающий земельный налог, установлен законодательством. Для тех, кто в 2018 году впервые получит право на вычет, необходимо подать в налоговый орган заявление о предоставлении такой льготы. Согласно новой редакции налогового кодекса, база по налогу на землю подлежит уменьшению не на необлагаемую сумму в 10 тысяч рублей, как было ранее. А на величину кадастровой стоимости 600 квадратных метров площади земельного участка. В итоге с 2018 года налоговый вычет предоставляет собой нефиксированную сумму в рублях, а зависит от кадастровой оценки участка в части 600 квадратов земли. Если плательщики уже имели льготы по другим категориям, вот мы говорим о тех 600-ках, да, если они имели, например, льготу по транспортному налогу как пенсионер, или по имуществу как пенсионер, или ветеран Великой Отечественной войны, или ветеран, ну там инвалид первой, второй группы, да неважно, то заявление о предоставлении льготы на 6 соток на этих подавать не надо. Перечень льготных категорий остался прежним, но пополнился в 2018 году пенсионерами, причем всех категорий. Те, кто получает пенсии, назначенные в рамках пенсионного законодательства, а также мужчины от 60 лет и женщины от 55 лет, которым по закону положено ежемесячное пожизненное содержание. Если в 2018 году человек стал льготником, то есть приобрел этот статус, тогда он должен подать уже заявление о том, что он является льготником и имеет право на соответствующую льготу. То есть льготы – это у нас заявительный характер. Таким образом, за участок земли с площадью 6 соток и менее пенсионеры налог больше не платят, как и остальные льготные категории. Если после вычета налоговая база имеет отрицательное значение, когда участок менее 6 соток, то ее считают равной нулю. А если участок больше, то налог берут с оставшихся соток после вычета из них 6. Территориальное общественное самоуправление «Октябрьский» отметило пятилетие своей деятельности. Этому событию были посвящены слова поздравления на отчетной конференции организации. Отчетная выборная конференция территориального общественного самоуправления «Октябрьский» в этом году отпраздновала, которая пятилетие успешной плодотворной деятельности – это подведение итогов обсуждения насущных вопросов и, конечно, плана на дальнейшее плодотворное сотрудничество и работу. Сегодня многие жители уже не представляют микрорайон «Октябрьский» без спроса. За эти пять лет произошло много интересных и важных событий. Прошло большое количество различных мероприятий направленных на развитие и благоустройство нашего микрорайона. Государство в государстве – так можно назвать микрорайон, который развивается. В жизни воплощаются многие проекты по благоустройству. Жители решают приоритетные задачи по сотрудничеству с управляющей компанией и органами власти. Проводится работа по повышению грамотности населения в вопросах сферы ЖКХ и жилищной политики. А главное – движущей силой стали молодые и перспективные люди, которым не все равно, в каких условиях жить и расти своих детей. Вот даже по нашему дому проведу мне такую большую работу. Помним наш город грязь и темнота. Теперь он значительно преобразился. Единение – это сила, особенно когда люди лишены инертности, а интересы и усилия направлены на восстановление современного комфортного микрорайона, города, в конечном итоге страны. На юбилейном мероприятии прозвучали поздравления и слова напутствия. Благодарственными письмами отмечены активисты и партнеры ТОС «Октябрьский». Пятилетный юбилей отметил клуб «Моя родословная», созданный в городе по инициативе почетного гражданина Саянска Владимира Васильевича Сучкова. Более ста человек сегодня в составе клуба. Они занимаются активной поисковой работой. Пять лет назад в Саянской пригородском музее был создан клуб «Моя родословная». Ее основателем стал почетный гражданин города Владимир Васильевич Сучков. Сегодня в клубе более ста активистов. Он имеет филиалы в школах города, в химико-технологическом техникуме. Сотрудничает с Советом ветеранов. Владимир Васильевич гордится своими помощниками. Александрой Шубиной, Маргаретой Тавер, Полиной Сурниной, Светланой Полесье, Светланой Шарыгиной, Людмилой Артамоновой, Галиной Бочковой. Они преображаются. У нас не один случай есть, когда в возрасте начали учиться компьютерной грамоте, задействовали своих внуков. Члены клуба работают с поисковыми сайтами, связываются с архивами различных министерств, подготовили к размещению собственный сайт в интернете. Часто за помощью к ним обращаются совсем незнакомые люди из разных городов. География нашего клуба расширяется. Если раньше были только саянцы, то в настоящее время к нам уже обращались. В Золареи, Усолье Сибирского, даже есть из Иркутска. Так одной из жительниц Саянска специалисты клуба разыскали могилу отца, которую та многие годы искала. Александра Шубина занялась этим делом, обращалась в различные архивы, и поиски ее увенчались успехом. Пришел документ, где он похоронен, и мы все были настолько рады этому известию. Сегодня Саянский клуб сотрудничает с Иркутским клубом «Моя родословная», который имеет большой опыт поисковой работы, издал несколько собственных книг. Мы договорились, что в марте месяце они высаживают свой десант, 8 человек, проводим конференцию, обмен опытом. Члены клуба обучают поисковой работе новичков, объясняют, как составить генеалогическое древо семьи, оформить родовой альбом, книгу памяти, историю рода. Сам Владимир Васильевич с 2000 года серьезно занимается изучением своей родословной. Порядка 250 человек сегодня значатся в его генеалогическом древе. Историю своей семьи он знает с 1781 года. Клуб «Моя родословная» приглашает к сотрудничеству всех, кому интересна история его семьи, кто хочет найти пропавших родственников, кому небезразлично происхождение его фамилии, кто хочет найти корни своего рода, узнать о делах своих предков, заглянуть в прошлое, чтобы жить дальше. Вот и проводили саянцы зиму. Осталось дождаться весенней капели и солнечных теплых деньков. На народном гулянии в минувшее воскресенье горожане угощались блинами и просили друг у друга прощения. «Масленица, масленица, нарус выбирается, нарус выбирается, страдать начинается, масленица, масленица, лица логуляется». Щедро и сытно с песнями да забавами отметил на Росоянске широкую масленицу, давний традиционный праздник проводов зимы и встречи красавицы весны. «Всех прошу прощения, всем, кому сделало плохо и неплохо, все равно все простите, всех с праздником, всем счастья, удачи, пускай все у вас будет хорошо». «День очень хороший, скоро весна начнется, тепло, люди радуются уже, ну в общем все весело, хорошо, праздник этот любим всегда, каждый год отмечаем, печем блины, пьем чай с блинами, всегда все хорошо, все вкусно». «Людно, прекрасно, замечательно, люди, смотрите, какие все хорошие, праздник чисто русский, блины будем кушать». «Двадцать пять, ну давай, давай, 24, 27, 28». С давних времен Масленица славится вкусной и обильной пищей. Перед самым строгим и длительным постом саянцы вдоволь лакомились шашлыками, пирогами, да блинами, ни в чем себе не отказывая. «В последний день Масленичной недели, в прощенное воскресенье, популярны более приметы. Если блины получаются ровными и румянами, год будет удачным, а пригорает к сковороде, ждит трудных времен. Денежка, найденная на народные гуляния, нужно было сохранять до следующей Масленицы, тогда год будет жить в достатке». Любимая народная забава в этот день – это состязание в селе и сноровке и, конечно, покорение масленичного столба. Охотников за подарками оказалось немало, но добраться до заветной вершины никак не удавалось. «Давай, давай, 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 давай! Баба, вон! Срывай! Остарай, да еще немножко, смотри, давай чуть-чуть! Давай, давай, давай! И все же одному богатырю коварный столб покорился. Героем дня стал Лев Хомашкин. «Мне удалось, столько попуток было у людей». «Тренироваться надо». Эпопеей гуляний стал народной хороводой «Сжигание чучела Масленицы. Зима, прощай, весне, дорогу». Накануне Дня защитника Отечества прошел заключительный этап общегородской Зорницы. Стартовала игра в сентябре. Юно-армейцы всех школ города прошли физическую подготовку, полосу препятствий, состязались в стрельбе. Последним этапом игры стала строевая подготовка. Так, с торжественного поднятия государственного флага начался заключительный этап общегородской Зорницы. Стартовала игра в сентябре, в начале учебного года. За полгода прошло несколько ее этапов. Команды всех городских школ, в каждой семь юношей и три девушки прошли физическую подготовку, полосу препятствий. В феврале они участвовали в этапе военной подготовки, состязались в стрельбе из пневматической винтовки, разбирали-собирали автомат Калашникова, одевали общевойсковой защитный комплект. Это в дальнейшем поможет служить в армии. Это очень хорошая начальная подготовка. Это основа всего военного дела. Мы разбирали автомат, надевали комплект языка. И вот сейчас быстровая подготовка. Конечно, такие патриотические мероприятия имеют большое значение для воспитания гражданского самосознания молодых людей. Они очень много изучают дополнительного материала, связанного с историей нашей страны, с историей военного дела, ратного дела, с героями, героями как России новой, так и героями Советского Союза. Поэтому, заканчивая прохождение всех этапов Зорницы, дети к 17 годам, те, кто участвовал, мы так думаем, что они уже имеют в жизни четкие понятия, четкие цели и никогда не оступятся. Будут абсолютно нормальными, хорошими, законопослушными членами нашего общества. Самый красивый, самый зрелищный этап Зорницы, строевая подготовка проходил накануне Дня Защитника Отечества. К нему юно-армейцы готовились с особой ответственностью. Они должны были продемонстрировать строевые упражнения согласно уставу Вооруженных сил Российской Федерации. Соревнования захватывают дух, так как вся команда идет в шаг, выполняются отчетливо команды. И нельзя передать все эти ощущения просто словами. Строевая подготовка, целая наука – это движение в составе отделения, одиночные строевые упражнения, отдавание чести, движение с песней. Идет солдат по городу, по незнакомой улице, и от улыбок девичьи вся улица светла. Не обрешайтесь, девушки, но для солдата главное, чтобы его далекая любимая ждала. Окончательные итоги полугодового марафона, итоги Саянской Зорницы, будут оглашены на торжественном собрании в школе номер 4 21 февраля. В городском тире прошел турнир по стрельбе из пневматической винтовки. В соревнованиях приняли участие производственные коллективы Саянска. В отличие от других видов спорта, где спортсмены состязаются в единоборстве друг с другом, то здесь стрелок ведет самый трудный из поединков – поединок с самим собой. Важно уметь владеть собой, показать все то, чему научился на тренировках, использовать свой соревновательный опыт. В преддверии Дня Защитника Отечества в тире прошел городской турнир по стрельбе из пневматической винтовки, в котором приняли участие 10 команд. ТЭЦ, Хемпласт, Казачество, Единая Россия, Управление и Образование, Московский трактор, в общем, 10 команд. Медучилища, сейчас тяжело всех назвать, то есть это более 40 человек будет участвовать. Кстати, соревнования в стрельбе с пневматической винтовки давно были включены в программу спартакиады среди организаций предприятий города, а февральская встреча стала своего рода предварительным этапом перед предстоящим турниром. Здесь у ворошиловских, а точнее саянских стрелков появилась дополнительная возможность встретиться с соперниками, проверить свои навыки и заодно пристрелять оружием. Участники соревнований подготовлены, многие заинтересовались пулевой стрельбой, приобрели свои винтовки, сами к ним пристреливаются, приходят, тренируются. То есть идет все своим чередом. Сейчас даже по результатам соревнований уже есть мишени, где и десятки, и девятки, и очень хорошее попадание, что все пули попали в черный круг мишени. И, ну, соревнования проходят, но дружно, неплохие результаты. По итогам прошедших соревнований турнирная таблица выглядит следующим образом. Бесспорным фаворитом турнира стали спортсмены управления образования «Забрав золото». Серебряные награды достались представителям градообразующего предприятия акционерного общества «Саянский химпласт». И третье место у саянских медиков. Это все новости, о которых мы хотели рассказать вам сегодня. Всего вам доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова